Электронный билет ведут как дополнительный сервис, конечно же, не отменяя наличную оплату. Он будет доступен в специальном приложении в App Store и Play Market. Оплатить проездной документ можно будет банковской карточкой, привязанной к приложению, либо же через терминал. Кондуктор или водитель смогут сканировать билет через экран телефона с помощью специальных устройств, ручных Bluetooth-терминалов. Это будет устроено в транспорте, появится внизу еще одна вкладка «Оплатить». Туда вы сможете добавить свою банковскую карточку или использоваться Google Pay или Apple Pay, как вам удобнее. Сохранить свои особости данных, мы на них никак не имеем никаких планет. После этого вы сможете покупать разовые проездные билеты, все проездные билеты, которые сейчас существуют в городе Электротранс. Единственное, что проездные будут многоразовые доступны, только когда мы оборудуем уже все транспортные средства. История с введением электронного билета длится уже несколько лет. Из-за потрясающей нерасторопности городской власти, а может и мотивированных действий, проект никак не удавалось реализовать. В прошлом году появился так называемый инвестор, компания «Герц», через которую проходят коммунальные платежи. Она за реализацию проекта «Городская карта» потребовала сначала около 10% выручки за проезд на протяжении 12 лет, потом на 1% снизила свои аппетиты, но сумма все равно выглядела внушительной. Например, на фоне харьковской ситуации, где инвестор согласился на 6,5%. После серии скандалов с коррупционным душком мэрии пришлось отказаться от услуг «Герца». Теперь к реализации проекта приступят компании «Транспорт» и «Изи Пэй». Они у города якобы денег не требуют, но со следующего года введут комиссию для клиентов. Два месяца гарантированно никаких комиссий и не будет дополнительных каких-то платежей. Но партнеры, во-первых, у них другая какая-то модель монетизации. Во-первых, они получают клиентов, которые пользуются приложениями, и дальше они могут через это приложение продавать рекламу и так далее. Во-вторых, мы говорим, если разовый проезд, то пока мы не будем никаких комиссий вводить. А если говорить о проездных документах, там какая-то небольшая комиссия будет. То есть небольшая комиссия, скажем, 2-3-5%. Предварительное тестирование системы и комплектация всех вагонов городского электротранспорта займет несколько недель. Однако чиновники и мэр поспешили провести презентацию системы без наличной оплаты поскорее – успеть до выборов. При этом руководство муниципалитета практически не причастно к реализации проекта, ведь все делают частники за свой счет. Но перед выборами плохого пиара не бывает. Осталось лишь понять, когда город собирается хотя бы провести обучение сотрудников своего коммунального предприятия, как работать с новой системой оплаты за проезд. Отметим также, что городское наухау не имеет ничего общего с аналогичными системами в европейских городах, где можно приобрести билеты на час, два или на три дня, причем на все виды муниципального транспорта без исключения, как в Европе в Одессе пока не будет. Константин Гречан и Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Субтитры создавал DimaTorzok